ноты для синтезаторов с автоаккомпанементом в чем их особенность в чем их отличие например от знакомых каждому музыканту нот для фортепиано как известно ноты служат для записи музыки но давайте посмотрим немного по-новому на содержимое традиционной фортепианной партитуры для этого понадобится следующее определение органы исполнительского управления музыкального инструмента это набор стандартных средств предназначенных и специально приспособлены для оперативного извлечения музыкантом исполнителем присущих данному инструменту художественно ценных звуков и для управления их звучанием в реальном времени в процессе исполнения музыки исполнительские органы фортепиано это многооктавная динамическая клавиатура и правая ножная педаль они играют роль интерфейса между музыкантом и источником звуков музыкального инструмента определяя характер его звучание и черты нотной записи у фортепиано и партитуры всего две партии правой и левой руки это ансамбли с двух рук практически равноправно играющих на одной клавиатуре в сопровождении движений ножной педали ноты программа действий для музыканта также как миди файл для компьютера тот кто работал в миди редакторе знает что любая партия фактически представляет собой список событий который при желании можно посмотреть в виде то есть в привычном для музыкантов человеческом виде формально абстрагируясь от сущности осмысленного отображения живой музыки нотами можно сказать следующее нотный текст содержит общепринятые представленные в рациональной удобной для восприятия музыкантом исполнителем форме условные обозначения последовательности и характера воздействий на органы исполнительского управления которые должны выполняться для озвучивания зафиксированного итак чтобы выяснить как должны выглядеть ноты для клавишного синтезатора софта аккомпанементом нужно вначале разобраться с его органами управления после включения синтезатор звучит подобно фортепиано к нему можно подключить педаль сустейн и играть по обычным фортепиано но такой вариант нам не интересен если нажать нужные кнопки и в появившейся секции аккомпанемента взять три звуча и мы услышим не три ноты а гораздо больше звучат ударные бас и другие инструменты управляемого виртуального ансамбля а система автоаккомпанемента это новые исполнительские органы со своими функциями и особой техникой игры кроме кнопок управления стилем у синтезатора есть и другие органы управления но далеко не все они являются исполнительскими ведь синтезатор может быть не только инструментом для живого исполнения музыки но и студийной рабочей станции кроме того любой синтезатор требует определенной настройки перед игрой для этих целей служат звукооператорские органы управления которые нам пока не нужны так как действия с ними в нотах не отражаются исполнительские кнопки и плавные регуляторы располагаются рядом с главным исполнительским органом фортепианной клавиатуры с завершением эволюции синтезаторов они станут стандартными и одинаковыми у всех моделей а теперь подведем итоги органы управления синтезатором можно разбить на две группы звукооператорские не имеющие отношения к нотам и исполнительские которые со временем будут унифицированы особые исполнительские органы синтезатора это секция автоаккомпанемента клавиатуры и связанные с ней кнопки другие переключатели такие как кнопки регистрационной памяти и специальные плавные регуляторы например колесо питч бендера рассмотрим превращение фортепианной партитуры в синтезаторскую на примере фрагмента из популярного рек тайма это фортепианное изложение озвучим его на синтезаторе используя автоаккомпанемент в стиле рек тайм в нужном темпе партию левой руки можно заметно упростить для этого выполняем гармонический анализ и обозначаем аккорды а басовый нотоносец отбрасываем у синтезатора множество тембров давайте поменяем обычный фортепианный звук на характерный для рек тайма хонки-тонг а вторую фразу сыграем трубой украсив ее питч бендером и автогормонией все настройки сохраняем в регистрационной памяти остается добавить 4 тактовые секции вступления и окончания стиля и партитура готова к исполнению охарактеризуем канонический формат нотной записи для синтезатора с автоаккомпанементом партия правой руки расположена на стандартном пятилинейном нотоносце скрипичном ключе партия левой руки это линия буквенных обозначений аккорда под нотоносцем стиль и темп автоаккомпанемента указаны в начале пьесы кнопки оперативных переключений обозначены соответствующими символами обведенными тонкой линии название тембров выписаны курсивом как комментарии ячейкам регистрационной памяти не тембровые комментарии заключены в скобке нотных сборников для синтезатора с автоаккомпанементом издано несравненно меньше чем для фортепиано и не только потому что рояль на пару веков старше синтезатор это универсальный полуфабрикат который только после предварительной настройки превращается в нужный музыкальный инструмент при этом бывает что пьесу написанную для одной модели невозможно полноценно воспроизвести на другой у традиционных инструментов нет подобных проблем они не обладают синтезаторским многозвучие зато всегда готовы к исполнению элизу бетховена можно играть на любом концертном рояле домашнем пианино или цифровом фортепиано пока что ноты для синтезаторов с автоаккомпанементом каждый автор оформляет по-своему к примеру в стиле темп могут обозначаться так так или вот так общепринятая система обеспечила бы предельную краткость и однозначность простой пример из в классической нотации динамические оттенки форты и пиано принято обозначать латинскими буквами жирным курсивом если изменить шрифт это будет непривычно для исполнителя а если использовать кириллицу то можно и вовсе не понять смысл этих символов иногда сборники с нотами для синтезатора содержит обычное фортепиано и изложение с проставленными гитарными аккордами те же буквы аккордов отражающие партию аккомпанемента повсеместно располагаются над натоносцем с мелодией это нормально для песенников где аккорды просто информация о гармонии но представьте себе фортепиано и партитуру в которой партии правой и левой руки поменялись местами можно скептически относиться к автоаккомпанементу особенно в недорогих самограйках но эти инструменты неплохо зарекомендовали себя в начальном музыкальном образовании о звучании ансамбле синтезаторов сравнимо с симфоническими оркестром без нот здесь не обойтись и в заключении несколько общих замечаний многообразие моделей синтезаторов с автоаккомпанементом препятствует становлению единой системы нотной записи современные клавиши это уровень кнопочных телефонов жестко зашитыми функциями и без операционной системы но синтезатор должен быть просто ящиком с набором стандартных исполнительских органов с сенсорным дисплеем и средствами загрузки совместимых звуковых компонентов как давно принято сфере не музыкальных компьютерных устройств и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok